Неизвестно, как по России, но Ульяновский горнолыжный спорт вышел из разряда так называемого элитного. Покупать сноуборд или лыжи не нужно, тут все есть. Арендовать можно даже экипировку. На месте работают опытные инструкторы. Сами видите, сколько народу. У нас два учебных склона, то есть очень много детей, очень много взрослых. Те, кто хочет первый раз встать, попробовать, прежде чем ехать какие-то на большие комплексы, надо как раз приходить на такие комплексы, обучаться. У нас работает очень много инструкторов и по горнолыжному спорту, и по сноуборду. И то есть вы видите, сколько народу, то есть всем доставляет массу удовольствия. Евгений, управляющий комплексом на этом склоне с 81-го года. Сам занимался горными лыжами, затем 13 лет тренировал. Сегодня его функции можно описать тремя словами. Чтобы все работало. Говорит, кататься прийти может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Главное, сразу научиться правильной технике и безопасной езде. Все зависит от подготовки. Если уже хорошая лыжная подготовка или крикобежная, то на горных лыжах можно за один час освоить более-менее катание и дальше просто уже совершенствоваться. Если человек вообще на лыжах не стоял, да, ему долго, может, недельки две нужно хотя бы что-то начать. На выбор действует два учебных склона, подъемник и даже горка для тюбов. Есть шатер под размещение проката, он же место отдыха. Есть туалет и медпункт. Суть такого объекта, это ведь не только приходят сюда люди научиться. Вы видите, много того приходят просто посмотреть, отдохнуть, приводят своих детей, стоят. Они заражаются тем самым и сами идут пробовать. Ведь наш президент говорит о том, что нужно довести занятия населения в России до 70% физической культуры. И не обязательно спорт, а именно физической культуры. Как раз вот такие комплексы, они и дают толчок к такому развитию. Катаются тут не только люди, решившие отдохнуть в свой выходной. Можно встретить профессиональных спортсменов. Вот спускается парень в красном. По технике сразу видно непростой. И это потому, что у него первый взрослый разряд по горным лыжам. В этом году планируют достичь звания КМС. Развиваться будет и сам комплекс. В планах не прекращать работу даже в летнее время. Продолжать благоустраивать прилегающую территорию. Павел Патриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.